Скажите, пожалуйста, а можно проповедовать без благословения? Нужно благословение на проповедь. Вот мне такое сказали недавно, что ты проповедуешь, а у тебя благословения нет. Ну а что, нельзя подойти и благословиться? Благословись. А если не благословиться, все равно проповедуй. Ну, благослов... Ну, конечно. Ну, как проповедовать? Чисто там то, что я сказала, это же не проповедь. Как можешь? Говори о Христе, что Он умер и воскрес и ждет всех покаяния. Без Христа нет спасения. Простые слова говори. Потренируйся. Ну, я так и стараюсь. Ну и все. А что еще нужно-то? Благодари Бога и радуйся, что такая возможность есть. Ну, просто меня стали пугать, что это от дьявола, так нельзя, типа. Если на кого-то думаешь смотреть, тогда не ходи. Христианин, который проповедует, ему ни буря, ни землетесения, ни пожара его не остановят. А то кто-то сказал. Ну, что он сказал? У него ничего нет. А ты иди. Когда они называют там сектанткой, говорят, это сектанты только проповедуют. Ну, тогда они еще не могут добавить. Это юридики, сектанты. Я говорю, так где же ересь? Ваши уши открыты для этого. Я их не могу вам просеивать. Я вам говорю, как по Писанию. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глав, 15 стих. Одеяние, 84, говорит о том, что проповедовали все, жены и девы, в то время как апостолы были в Иерусалиме, рассеившиеся, ходили, благовествовали. Все. Спасибо, Господи. Слава Иисусу. А вот есть ли где-то в Библии, что нельзя проповедовать, нельзя благовествовать или, может, в канонах какие-то? Да, есть такое, есть. Не запретили мы вам намертво говорить, а апостол отвечает в ответ им. Кого больше слушать, Бога или человеков? Есть, запрещают они, запрещают и тем дополняют меру беззаконий своих. Так написано в Священном Писании. Это хрестопродавцы. Хрестопродавцы. Игнатий Тихонович, с миром. С миром. Мне вопрос такой от Марка, глава 9, стих 50. Ну, там до этого говорится, что если глаз соблазняет, рука соблазняет. А здесь говорится в 50-м, что соль не соленна. Я смотрел по филакту, там говорится о языке в основном. Как понимать, ну, как вы понимаете или мне подскажите, как вот про эту соль говорить. Как объединить, что и руку, и глаз, и ногу соблазняющую. Что все связано с, прежде, с языком нужно позвать Христа, обдумать с ним, а потом все эти дела делать. Потому что там же, о, ссылка идет на псалмы. И, по-моему, на Коринфянам там говорится, что все, язык твой гортань и гроб твой. Идея благовествует. Не надо ничего знать больше, кроме любви Божией. Великая любовь Божия, что он умер за нас и даром дарует прощение грехов. К этому ничего нельзя добавить. У тебя с каждым разом все шире будет развиваться лексикон. А что ты охрип-то так? А у меня операция, у меня на голосовых связках, у меня голосовых связок, рак был голосовых связок. Так ты до этого вроде говорил нормально. Так я и говорил. В седьмом году, 2000, я вообще не разговаривал. Ну ладно, все. Мы по-другому отвечать не можем, как Писание говорит. Любовь разорвет все преграды. Все даст Господь, чего у тебя и нет. Он наградит такими талантами, что рыбаки простые, высшие, и философы мира пали перед ними. Спасибо, Христос. Аллилуйя, бодрствуй, что тебе Бог дает такую память. Ты вот пришел и утром на молитве здесь бываешь. Это уже приятно. За тебя и молиться легко. Так, ничего больше нет, отхожу. Благодарю. С Богом.